я рад вас всех приветствовать с вами снова александр и сегодня я расскажу вам новинки от компании annex модель называется m-type это продолжение обновления скажем так колясочки спорт 2.0 если помните такая была это модернизированная скажем так версия спорта но теперь называется m-type про спорт можно забыть его сейчас уже нет вот здесь ряд улучшений провели действительно которые пошли на пользу коляска стала ощущается приятнее дороже качественнее вот поэтому я хочу вам они рассказать новиночка 19 года напомню комплектацию мы рассмотрим с вами 2 в 1 но можно ее купить комплектации 3 в 1 приобретя например ее вместе с фирменной люлькой annex и если будете брать сразу комплектацию 3 в одном адаптеры для установки автомобильной люльки у вас будут идти уже в комплекте но смотрим сегодня два в одном начнем изучать ее с люльки потом будем переходить к прогулке в двух словах технические характеристики 2 говорю 4 показывая в общем двух словах колясочка у нас ориентировочно до 3-4 лет с рождения где-то до 15 килограмм максимум вес ребенка можно использовать имейте в виду не перегружайте коляски так они ломаются вот в общем поехали изучать люлечка что себя у нас представляет люлька силуэт у нас узнаваемый яйцеобразное назовем ее так форма у люлечки это такой фирменный знак наверно андекс компании мало кто так делает есть что-то похожее но именно вот так вот при крайне мало вот используется материалы у нас это кожа и частично ткань частично такой типа нейлона или кожзам какой-то такой в общем комбинированный материал используется в колясочке здесь у нас пластик можно подумать что кожзам каркас здесь используется пластиковый вот собственно что касается козырька козырек у нас тут лютый очень плотный материал вообще никак не продуваемый и даже вот в этом месте где у нас ручка часто бывает так что здесь просто отверстие сквозное нет здесь закрыто и выведена ручка для транспортировки поэтому с этим проблем нет летом вдруг жарко вдруг вам повезло и вы живете на югах можно вот так вот проветривать без проблем живете у нас здесь питере закрываем и забываем об этой штучке кроме как некоторые дни летом короче говоря проветривать можно вот эта часть у нас не откидывается для проветривания просто снимается вот собственно и все так вот это дополнительный козырек у нас можно убрать естественно можно у нас наклонять соответственно освобождать скажем так пространство для доступа к ребенку вот также в комплекте мы получим вот такую вот классную накидочку она у нас тоже плотная ни капельки не продуваемая крепится на замочке лейте воду даже ничего не промокнет все здорово вот у нас получается огромное спальное место что касается технических характеристик ссылка в описании будет на магазин первая коляска туда пройдите и там в сантиметрах миллиметров граммах полностью вся информация коляски есть почитайте вот смотрите люлька огромная кстати матрасик используется использую здесь кокосовое волокно вроде бы как это круто полезно удобно но матрасик реально классный приятный вопросов нет и вся внутренняя обивка тактильно прям вот классная приятная так накидочку закрываем обратно и обратите внимание какой здесь большой бортик реально вот не в плохую непогоду назовем ее так ребенка можно прилично так спрятать все ну конечно остается щель но если хотите закрыть остайтесь дома не ходите гулять вот что касается люльки по большому счету все и теперь особенность теперь можно снимать люльку нажав одну кнопочку нажав вторую кнопку такую же как я сейчас вашей стороны нажал и поднимаем вот на дне здесь есть возможность вентиляции своего рода такой микроклимат создается вентиляция для ребенка летом тоже классно так смотрим что у нас представляет из себя прогулочный блок прогулочный блок здесь тоже изменился модернизировали его скажем так он нас реверсивный к миру к маме в общем как удобно ставите я поставлю ее по ходу движения чтобы вам было виднее вот козырек тут очень приличный вот он в штатном положении надо больше не проблем берем открываем и он у нас прям падает прям до самого конца есть смотровое окошечко единственное из минусов ничем она не держится вот это вот крышечка никак не фиксируется в сильный ветер будет его сдирать вот собственно вот такой козырек здесь у нас ткань тут кожзам так что касается сиденья сиденья здесь я считаю приличное большое сиденье сама сидушка здоровая полочка у нас для ножек тоже классная и очень практично вот это все легко чистится моется взяли тряпкой водой стерли и вперед так что касается безопасности все отлично пятиточная система ремней мягкие накладки везде на бампере и бампер у нас есть соответственно который умеет откидываться как калиточка это тоже круто кстати материалы используемые на бампере и на ручке это кожзам это очень-очень здорово если смотрите постоянно мои видео обратили внимание что я акцентирую внимание на ручках бамперах на материалах которые они используют кожзам самый на мой взгляд классный материал ну или натуральная кожа если конечно класс другой коляски смотреть в общем поэтому это износостойка приятно на ощупь ощущается дорого но это же приятно в конце концов так смотрим наклоняем горизонтальное положение принимаем вот собственно как мы можем положить ребенка отдыхать кстати в комплекте входит у нас в комплект входит у нас вот такая накидочка на ножки по моему прилично как можно и зафиксировать по моему вот здесь да именно так можно и зафиксировать и за сам бампер вот по-моему не дурно получается и именно под бампером проходит фиксация вот такого я даже с честно говоря нигде не припомню ну точнее на может проходить под бампером но как-то заворачивается а здесь вот прям на кнопочках ничего не слетит не липучек ничего прекрасно придумали посадили ребеночка вот смотрите как в коконе там спрятался и ему там отлично не жарко не холодно все здорово вот собственно что касается прогулочного блока так принципе по нему все рассказал да смотрите давайте перейдем теперь к раме и комплектации в комплектацию кстати входит и сумка рюкзак матрасик дождевик москитка в люльку входит что еще но если комплектация 3 в 1 будет автолюлька и адаптеры для установки автолюльки принципе все что надо есть давайте сразу взгляну что у нас внутри рюкзачка причем замечу не сумка ну вроде бы как сумка но и рюкзак скрепление это круто куча отсеков еще здорово то вообще по телефон идеально подойдет кармашек моски . дождевички макулатура очень важная вещь все читают прям наслаждаются сюжетом так собственно и все что мы получаем так ручка напомню у нас это кожа круто регулируется достаточно широком диапазоне пинать вы коляску не будете при высоком росте сто восемьдесят шесть сантиметров у меня рост прекрасно я себя чувствую как бы ручку не стоит не знаю как надо ходить чтобы этом пнуть ну в общем с этим проблем нет так амортизация сильная сторона коляса canex амортизация здесь и амортизация тут в общем с плавностью ходов смотрите какой ход джипперы сейчас кто понимает по ходу подвески здесь позавидует все отлично тормоз кстати тоже самый годный нажимаем сверху стали сверху поехали багажник вот не знаю плюсом отнести к минусам но он изменился открытый и небольшой к плюсам это точно не отнесешь не знаю багажник бы я бы хотел видеть побольше конечно прикольно смотрится но мне кажется маловат хотелось бы побольше все-таки чего только туда обычно не положишь когда гуляешь так давайте теперь посмотрим на шасси сложим его посмотрим что она будет из себя представлять сложенном виде так чтобы его сложить что нам нужно кстати передние колеса блокируются если что на плохой дороге можно спокойно кататься заблокировали все принципе она может стоять единственное что будет касаться бампером не бампером ручкой землю если это асфальт бетон и там все остальное можно ее поцарапать ну такое я бы ее просто опускал вниз и и все не парился так ставим на колеса вернем люлечку обратно кстати сами колеса здесь они у нас резиновые они не надувные но очень очень мягкие и легкие они реально не тяжелые колеса сама коляска давайте я напомню сколько она весит с люлькой 14 4 сидением 14 и 6 принципе отлично автолюлька вообще здесь три килограмма весит 33 в общем с весом здесь достаточно все хорошо учитывая ее габариты так по большому счету все что хотел вам рассказать я вам рассказал все тонкости и нюансы напомню ссылочка в описании на магазин первая коляска все нюансы по характеристикам сантиметре миллиметре граммы килограммы все там дополнительно можете посмотреть и изучить ну а мой вердикт скажем так раньше аннексы мне не сильно очень так скажем так нравились но особенно когда он обновился в девятнадцатом году м-тайпы е-тайпы появились ну знаете я на них немножко другими взглядами другими глазами посмотрел и мне сейчас они очень импонируют тем более сейчас у них практически нет гарантийных обращений для меня это очень сильно важно я думаю вам это важно не меньше чтобы она вас не подводила в общем говоря ухаживайте за коляской смазывайте в первой коляске например даже есть такой наборчик специальный продается по уходу за коляской стоит копейки но избавит вас от головника сервисными центрами скрипами там и всем остальным в общем требует внимания любая коляска хоть за 200 тысяч хоть за 200 тысяч всегда нужно ухаживать но эта коляска вот после обновления общего анекса проблем в принципе нет хорошо надежно все прекрасно ездит расцветки новые появились ощущается она сейчас поприятнее подороже комплектации жирные богатые в общем я к тому говорю что за эти деньги под цена-качество соотношения у анекс очень очень хорошая ищите что-то крупное такое проходимое вместительное пожалуйста смотрите и плюс еще стильная вы не забывайте ставить свой царский лайк это очень важно для канала для его развития подпишитесь нажмите колокольчик чтобы новые видео не пропустить и первой коляске большое спасибо за предоставленную колясочку на обзор анекс м-тайп а вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора коляски для вашего ребенка до свидания